Давай, 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 мы первые, Настя! Миша, давай, давай! Миша, давай, руби! Спортивный азарт, воля к победе и яркие эмоции. Такие даже плохая погода не испортит. Хотя обычно зрители болеют за своих знакомых, Ирина Товмач сразу за всех. Она стояла возле выбоины на асфальте и предупреждала велосипедистов. Говорит, беспокоиться за каждого – учительская привычка. Я очень боюсь, понимаете, я с детьми работала. Я должна была видеть, что у меня ребенок правильно идет, никто его не заденет, никто ничего. И здесь. Иду, прошла там прогуляться, осмотрю, там размыло плиты, и плиты уже часть рассыпалась, а часть вот тут дышат. И я стала на это место и всем показывала, куда бежать. У каждого участника забега свои способы избежать неудач. Так Игорь и Акира Шконда из Орловской области привезли с собой пушистый талисман – собаку Керри. А это наш небольшой талисман. Все началось с того, что Игорь, Игорь, триатлон начался с того, что он делал забег с собаками. Пять километров и взял Керри, и с тех пор полюбил бег, и нас занесал триатлоном. Поэтому это наш спортивный талисман. Из-за погодных условий дистанцию все-таки пришлось сократить с олимпийской до спринтерской, а плавательный этап заменили бегом. Безопасность спортсменов на первом месте. Изменили триатлон на дуатлон. Это бег, велосипед и бег. Стандартная дистанция классическая – 10, 40 и 5. Но, опять же, погодные условия на улице, на воздухе – 6-8 градусов. Мы, в общем-то, за безопасность людей, поэтому сократили 5, 20 и 2,5. Соответственно, надеемся, что триатлеты нас не сильно будут ругать за это. Орловчанин Андрей Панченко триатлоном занимается два года. В этом забеге занял третье место. Хотелось бы быстрее, потому что бомбы – это полностью удовлетворенный результатом, когда первый будет в абсолюте. Забег замечательный. Погода нас сначала сильно напугала, потому что мы с Орла приехали, и всю дорогу лил такой ливень, что плюс 5 теперь, когда сухо, воспринимается почти как курорт. Мы немножко расстроены, конечно, что второй раз приезжаем, и не получается поплавать в вашем теплом водохранилище. Но зато без эксцессов хорошо проехали, поучаствовали. В состязании принял участие и губернатор Роман Старовойт. Перед началом соревнований он попросил спортсменов не забывать о своем здоровье. Ребята, погода и условия сегодня экстремальные, поэтому я обращаюсь ко всем участникам соревнований. Вы все прекрасно знаете правила, но берегите себя, своего товарища на дистанции, берегите инвентарь. Дистанцию хоть и сократили, но время будет разобраться на финише, поэтому главное – безопасность. Всего за победу сражались более ста спортсменов. Среди мужчин заветное золото завоевал Алексей Зиновьев, в женском зачете – Олеся Самарина. А в эстафете бесспорным лидером стала оригинальная, но скромная команда. Без названия. Диана Пахомова, Владислав Соболев, Максим Леонов. События дня.